Оренбургская область захлебывается в казахстанском алкоголе, а Сулелеск так вообще утонул в нем. Российская лицензированная водка в курортном городе не пользуется спросом, так как коньяк и водку из соседней республики здесь купить можно буквально на каждом шагу. Сулелецкий убогий сервис, это факт и с ним никто не спорит. Но вот в чем в курортном городе преуспели, так это в продаже казахстанской водки и коньяка. Нелегальным алкоголем тут торгуют прямо у входа на озера. Местные таксисты готовы привезти спиртное даже на дом. Бутылка коньяка стоит 250 рублей, водка 150. Но без труда можно сторговаться и до 100 рублей. От таких цен обалдевают даже жители соседнего Октюбинска. У нас лицензированная водка стоит в два раза дороже, чем здесь ее продают. У нас самая дешевая водка стоит 1200 тенге. Это получается 240 рублей. Как она может, если у нас на складах такая цена, а у вас здесь она дешевая. Штампуют ли в Сулелецке суррогат под видом казахстанского алкоголя, в полиции не знают. Стражи порядка лишь говорят, что ведут с нелегалами непримиримую войну. Отшляется незаконная деятельность из частного подворья на территории практически всех населенных пунктов. И в период курортной деятельности, что очень характерно для нашего округа, появляются еще и передвижные незаконные точки реализации алкогольной продукции. То есть реализация алкоголя или продажа алкоголя из транспортных средств. В этом году сулелецкие полицейские изъяли уже больше 11 тысяч бутылок с алкоголем. Коробки с водкой и коньяком уже негде хранить. Их отбирают не только участников. Конфискует даже то спиртное, которое везут транзитом. Порядка 8 тысяч бутылок здесь находится в данном гараже. Данная водка изъята у перевозчиков. Проводится экспертиза. Если признают, что она токсична, то, скорее всего, при жизни сюда она будет уничтожена. Проблема теневого оборота алкоголя давно вышла за рамки местечковой. Борьбу с таким горячительным полицейские ведут по всем фронтам. И результаты довольно впечатляющие. С начала года стражи порядка конфисковали больше 67 тысяч литров нелегального и суррогатного алкоголя. За истекший период 2016 года было выявлено 102 преступления в рассматриваемой сфере. Также было проведено более 800 проверок организаций, занимающихся производством и оборотом спиртосодержащей продукции. Кроме того, за этот же период времени было пресечено более 2000 административных правонарушений. Из конфискованных 67 тысяч литров большая часть – это суррогатный алкоголь, опасный для жизни. От поддельного виски в конце прошлого года на востоке Оренбуржья погибли около 10 человек. Тогда же под Оренбургом полицейские накрыли мини-завод по производству контрафактного спиртного, в котором изъяли 280 тысяч бутылок с поддельным алкоголем. В региональном правительстве считают, что опасным для здоровья может быть и алкоголь из Казахстана. Спиртное негативным образом влияет на печень и зрение. И это не надуманные выводы, а данные, сделанные на основе экспертизы. Ассоциация операторов алкогольного рынка Оренбуржья проводила экспертизу казахской продукции, проводила исследования в лабораториях Казани и Москвы. Выявлено превышение концентрации от норм по щелочности, уксусному альдегиду, сивушным маслам несколько раз. Люди пьют, но, тем не менее, вред наносят здоровью своему непоправимому. Последствия накопительные, действуют на печень и зрение. В прокуратуре же говорят, к проблеме стоит относиться проще. Ни к чему зацикливаться на борьбе с казахской водкой. Просто нужно убедить людей бросить пить. Однако уговорить людей не пить пока не получается. Потому полицейским ничего не остается, как конфисковать и уничтожать. Только вот осушить нескончаемый поток водки и коньяка из Казахстана и его незаконную продажу ни власти, ни правоохранители не в силах. Дело в том, что нарушителям светит максимум 2500 штрафа. Потому в борьбе полицейских с нелегалами перевес пока на стороне нелегалов.